Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня рассмотрим несколько полезных советов и хитростей с применением вот таких вот пластиковых крышек. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписываемся. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра! Друзья, я думаю, у многих из вас есть вот такие дешевые струбцины. И бывает такое, что часто теряется пластиковая опора. И что происходит? Когда мы берем деревянную заготовку и зажимаем нашей струбциной, а затем ее убираем, то обычно здесь остается вмятина и вот такие вот круги. Как раз здесь нас выручит обычная пластиковая крышка. Берем струбцину и под струбцину подставляем нашу крышку. И закручиваем. Затем убираем. И как видим, у нас ни вмятин, никаких кругов, ничего не осталось. Для следующей самоделки нам понадобятся два горлышка от пластиковых бутылок. Обрезаем их следующим образом, вот по этой линии. И шлифуем, чтобы поверхность была ровной. После того, как сделали эти все процедуры, наносим термоклей. Теперь склеиваем два горлышка между собой. И ждем, пока высохнет клей. После остывания клея у нас получается отличный герметичный контейнер. Где его можно применить? К примеру, мы идем в поход и в данном случае сюда можно насыпать обычную соль. Не бояться, что она отсыреет или где-то просыпется. Также, к примеру, если у вас есть дополнительная флешка в походе, и вам нужно ее тоже сохранить от влажности, сырости, можно также поместить в контейнер и закрыть. Вот такой вот получился отличный контейнер. Друзья, а вы что бы хранили в таком контейнере? Друзья, теперь сделаем отличное приспособление из этой пластиковой крышки. Что нам потребуется, это прогреть зажигалкой вот эту часть. Зажимаем, чтобы не обжечь наши руки, и прогреваем. Теперь берем спичку и давим по центру вот таким вот образом. И ждем, пока остынет наша пробка. Пробка остыла. Достаем нашу спичку. И здесь кончик обрезаем ножницами. Все. Наша приспособа готова. Друзья, не всегда под рукой бывает масленка, допустим, чтобы смазать в труднодоступных местах. Ну или когда мы, к примеру, пользуемся сожем на сверлильном станке, там масленкой тоже неудобно пользоваться. Вот как раз в этом случае наша самоделочка нам и понадобится. Берем небольшую бутылку, к примеру, это сож, охлаждающая жидкость для сверлильного. Накручиваем нашу самоделочку, и все. Теперь мы можем спокойно сверлить и вот таким способом охлаждать наше сверло. Бывают случаи, когда нужно закрыть герметично пакет, но под рукой ничего нет. Как раз в этом случае нам поможет вот такое горлышко от пластиковой бутылки. Откручиваем пробочку. Пакетик просовываем через горлышко. Вот таким образом. Теперь накручиваем нашу крышку. Все. Наш пакет получился герметичным. Для следующей самоделки понадобится пластиковая крышка. Сверлим отверстие и вставляем вот такой автомобильный сосок. Я его также садил еще на термоклей. Ждем, когда это все высохнет. Затем берем пустую пластиковую бутылку. Предварительно ее всю сжимаем вот до такой степени. И накручиваем нашу крышку. Все, накрутили. Наша самоделочка готова. И сейчас покажу, где ее можно применить. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда, к примеру, устанавливаем дверь, и одному это сделать неудобно. Нужно либо поднять, либо опустить и держать на одном уровне. Вот как раз наша самоделочка и поможет. К примеру, подсовываем под дверь. И подключаем наш компрессор. И начинаем качать. Как видим, все поднимает. И держит на одном уровне. Давайте еще покажу вот с этого ракурса. Вот как видим, все работает. Конечно, 20 атмосфер сюда не накачаешь. Но для таких мелких работ это будет незаменимым помощником. Для следующей самоделки в двух крышках нужно просверлить отверстия. Чем больше, тем лучше. По центру. Вот что должно получиться в итоге. Теперь их склеим между собой вот таким образом термоклеем. И ждем, пока высохнет клей. Ну а пока сохнет клей, нужно обрезать бутылку под углом. То есть вот таким вот образом. Вот что должно получиться в итоге. Также нужно просверлить отверстие еще вот в этой части. Большое отверстие не нужно сверлить. Где-то... Миллиметров 10-12 этого будет достаточно. Клей высох и можно приступать к сборке нашей самоделки. Накручиваем на нашу обрезанную бутылку. А с другой стороны прикручиваем обычную бутылку, уже не обрезанную. Вот таким вот образом. Все, наша самоделочка готова. Итак, к примеру, нам нужно просверлить отверстие в стене. Что мы делаем? Мы берем и сверлим. И все опилки, весь мусор, весь бетон, к примеру, да, будет сыпаться на пол. Вот как раз здесь нам и поможет наша приспособа. Как видим, весь мусор у нас собирается на дне второй бутылки. Друзья, вот такое видео сегодня получилось. Напишите в комментарии, какая вам идея понравилась больше, какая меньше. Также напишите, возможно, вы знаете какие-то свои идеи по применению пластиковых крышек. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!